Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал NintendoFill, это рубрика «Монология кино. Обзоры на фильмы». А также у меня есть Яндекс.Дзен канал «Монология кино», в котором вы можете почитать разборы фильмов в текстовом варианте. А также там есть различные подборки и топы. Подписывайтесь и на мой Яндекс.Дзен канал, ссылка будет в описании. Сегодня хотелось бы поговорить с вами и рассказать вам о сериале «Шучу» от режиссера Мишеля Гандри. А главную роль в сериале исполнил неподражаемый Джин Керри. Режиссер Мишель Гандри относится к режиссерам старой школы и старой закалки, к таким как Терри Гильям или, скажем, Тимбердам. Однако у Гандри присутствует и свой неповторимый уникальный стиль. Гандри не любит или даже, может быть, ненавидит работать с компьютерной графикой, но обожает работать с декорациями, миниатюрами, аппликациями, а также покадровой и комбинированной съемкой. И также обожает играться с перспективой объектов в кадре. В общем, посредством таких вот визуальных решений Гандри создает свой собственный неповторимый мир в кино и свой киноязык. Ярким примером такой работы является его первый большой фильм «Вечное сияние чистого разума», на котором, к слову, он уже работал с Джимом Керри. В дальнейшем Гандри остался верен своему стилю и использовал практически те же самые ходы в фильмах «Перемотка» и «Наука сна». Собственно, и сериал «Шучу» — это возвращение стиля Гандри и обалденной драматической роли от Джима Керри на большие экраны, а вернее интернет-экраны. Джим Керри, к слову, в первую очередь является очень талантливым актером, и проявил он себя лучше всего в своих драматических ролях. К примеру, такие фильмы, как «Шоу Трумана», «Маджестик», «Я люблю тебя, Филипп Моррис», «Человек на луне», «Роковое число 23» и «Кабельщик». Да-да, «Кабельщик» — это не комедия, как многие думали. И в США по-прежнему некоторые думают, что «Кабельщик» — это комедия. Я считаю, «Кабельщик» — это драма, триллер, социальная драма такая. Если что, возможно, чуть позже я сделаю обзор на фильм «Кабельщик». Конечно же, обалденная работа в фильме «Гандри» и «Вечное сияние чистого разума». Этот фильм является, наверное, моим самым любимым фильмом вообще. Это лучший фильм про любовь, который существует на данный момент. И мне всегда очень обидно, когда люди говорят про Джиму Керри как про «А, это тот чудак, который кривлялся в Эйси Вентуре и говорил жопой». Это Маска, да-да, забавный актер, классно кривляется. Да, два этих фильма принесли широкую известность Джиму и большие деньги создателям и Джиму Керри. Но как актер Джим здесь довольно посредственный. И уже все эти кривляния были, в принципе, у Джима в актерской обойме, когда он работал на вечернем шоу. Ну и вернемся к сериалу «Шучу». Про сюжет особо рассказывать и спойлерить не буду, скажу лишь завязку, дабы вам было интересно смотреть. Сериал повествует нам о жизни очень известного телевизионно-ведущего детской передачи «Мистери Пикклзе», которого и играет, собственно, Джим Керри. У Пикклза идет полнейший раздрай в семейной и личной жизни, так как его брак находится практически уже у точки невозврата. Они с женой собираются разводиться. Его жена уже живет с другим мужчиной и пытается начать новую жизнь. Случилось это все после того, как у героя Джима Керри погиб один из сыновей. Погиб он в автокатастрофе. Авария произошла, по сути, по вине жены, но Пикклз никогда ее не винит в этом. Один сын остался жив, и отношения с ним у Пикклза тоже весьма непростые. В связи с такой трагедией у героя Джима Керри начинает развиваться множество психических расстройств. И их настолько много, что точный диагноз, наверное, не поставит даже самый квалифицированный психиатр. Тут у нас есть и зачатки шизофрении, и бред, и раздвоение личности, и биполярные расстройства, маниакально-депрессивный психоз, вспышки агрессии и многое-многое другое. И, собственно, для персонажа Джима Керри это большой вызов, как для актера. И мне кажется, Джим отлично справился. Все эти эмоции вы сможете увидеть в сериале и даже намного больше. Пикклз, при этом будучи альтруистом и очень добродушным человеком, старается все привести в норму. И остается все равно позитивным и жизнерадостным. Старается он все это сделать посредством своей детской передачи. А в создании этой передачи задействованы все члены его семьи, отец и его сестра. И вот она, основная завязка сюжета сериала, и дальше будут развиваться сюжетные ветки и проблемы всех героев сериала, а не только мистера Пикклза. Несмотря на такой простой и в целом добрый сюжет, сериал могут смотреть только совершеннолетние. Ибо юмор здесь преимущественно черный, пошлые шутки также проскальзывают, также присутствует множество сцен сексуального характера. Но вместе с тем, сериал несет в себе очень правильные моральные ценности и принципы. Такие как доброта, честность, открытость к людям, что нельзя забывать ребенка внутри себя, что нужно ценить любые маленькие вещи и моменты в нашей жизни, что нужно быть добрым и открытым ко всему миру и ко всем людям. Также прослеживаются аспекты других культур и религии, и есть намеки на буддизм и на синтаизм. Однако во втором сезоне сериала есть несколько серий, которые срежиссировал Нигандри, и вот в них юмор весьма плоский и примитивный, но все же еще держится на концепции сериала. Пройдемся еще раз по плюсам сериала. Актерская игра бесподобна. Конечно, лучше всех справился Джим Керри, которую, я думаю, не особо-то ограничивали в плане выражения своих эмоций и экспрессий на экране. Достаточно посмотреть сторис в инстаграме со съемок, чтобы было понятно, как именно Джим ведет себя на площадке. То есть там практически реально его не трогают в его перформансе, и он очень открыто и вальяжно себя ведет, но при этом это идет на пользу роли. Также я думаю, Джиму очень комфортно работать совместно с Гандри. И Джим в этом сериале предстает перед вами совершенно в разных ипостасиях. Вы увидите и комика Джима, и грустного Джима, и также агрессивного, и очень эксцентричного человека. Также напомню о том, как снимает Гандри. Человек не любит компьютерную графику, старается все делать вживую, и очень любит всякие разные нестандартные методы съемки. Например, сейчас вот на экране они сняли сцену одним дублем. И вы можете видеть на экране, как работают художники-постановщики, как все переставляют, декорации, мебель. И снято это все одним кадром, при этом в кадре проходит там большой период жизни актрисы. Забыл, как персонажа зовут. В общем, Гандри вот в этом всем весь он и есть. То есть любит он миниатюры, аппликации, покадровую съемку, еще раз повторюсь. Браво, Гандри, я просто аплодирую стоя. Операторская работа, опять же, выше всяких похвал. Тут есть замечательные сцены, снятые на круговую панораму, снятые одним кадром. Обычные панорамы, крупные планы, средние планы, монтаж обалденный. Все чудесно. Работа сценариста в целом тоже очень хороша. Вся концепция сериала на протяжении двух сезонов не проседает, увлекает. То есть интересно следить за сюжетом. Если необходимо оборвать серию каким-нибудь клиффхенгером, то они это делают. И где нужно поставить точку в серии, ставят точку. Режиссерская работа тоже бесподобна. Постановка мизан-сцены, как расставляют актеров в кадре. В общем, посредством этой работы реально видишь, что актеры живут в этом мире, созданном Гандри и Джимом. Джим также является еще и продюсером сериала. В общем, сериал получает от меня 9 из 10. Обязательно всем рекомендую к просмотру. Посмотреть можно на официальном сайте Showtime. Также в интернете можете найти этот сериал. Кидинг, шучу, всем рекомендую. А с вами все это время был Нинтендо Фил. Это была рубрика «Монология кино. Обзоры на фильмы». Подписывайтесь на этот канал. На канале Нинтендо Фил вы найдете полные прохождения игр. Здесь также есть рубрика «Коротко про игры». Вместе с тем я веду текстовые блоги «Яндекс.Дзен. Монология кино». А еще блог о видеоиграх, который называется «Дотошный разбор». Все ссылки будут в описании. Субтитры сделал DimaTorzok